Беседа девятая. И недавно к вам, и теперь к вам говорю. Ой, если бы и всегда быть с вами. А впрочем, я всегда с вами, если и не телом, то силой любви. Потому что для меня и нет другой жизни, кроме вас, и заботы о вашем спасении. Как земледелец только и заботится, что о семенах, и посевах, и кормче о волнах, и пристаних, так и проповедник, о слушателях и их преуспеянии, как и я теперь. Потому я и ношу всех вас в уме моем, не только здесь, но и дома. Хотя число народа и велико, а мера моего сердца мала, зато любовь обширна, и вам не тесно в нас. А что дали, того уже не скажу, потому что и мы не тесно помещаемся у вас. Откуда это видно? Многие сказали мне о себе. Мы исполнили приказанное, постановили друг другу законы, определили взыскание клянущимся, наложили наказание на непреуспевающих, приступающих закон. Наказание приличное вам, доказывающее весьма великую любовь. И не стыжусь я разведывать об этом, потому что эта любознательность происходит не от пытливости, но от заботливости. Не без чести для врача осведомляться о болящем, и нам не зазорно всегда разузнавать о вашем спасении. Поелико узнав таким образом, что вами исполнено и что осталось не сделанным, мы с должным разумением приложим и остальные лекарства. Итак, по разведанию мы узнали это и возблагодарили Бога, что ни на камни посеяли мы, ни в тернии бросили семена, и не потребовалось нам продолжительного времени и большой отсрочки, чтобы пожать Ниву. Вот почему всегда имею вас в уме моем. Вот почему не чувствую труда от учительства. Меня облегчает польза слушания. Этой награды достаточно, чтобы ободрить нас, и окрылить, и сделать отважными, и убедить перенесению всякого за вас труда. Посему, так как вы показали великое усердие к добру, то и мы заплатим остальной долг, который обещали недавно, хотя и не вижу, чтобы все пришли сюда, при ком я дал здесь то обещание. Что же тому причиною? Что отогнало их от нашей трапезы? Вкусивший чувственной трапезы, кажется, подумал, что после чувственной пищи не должно идти к слушанию Слова Божия. Но несправедливо так думают, потому что и Христос не сказал бы долгих и многих речей после тайной вечери, если бы это было неуместно. Он же, насытив неоднократно народ в пустыне, не предложил бы ему беседы после трапезы, если бы это было неприлично. А если нужно сказать, что удивительное, так это то, что после трапезы всего полезнее слушать Слова Божия. Когда будешь то убежден, что после пищи и питья необходимо пойти и в церковное собрание, то, конечно, и невольно позаботишься о трезвости и не впадешь в пьянство и объедение. Забота и мысль идти в церковь учит принимать пищу питье с должной умеренностью, чтобы пришедший в церковь и став вместе с братьями не пахнуть тебе вином и не рыгать бессильны и не быть за это осмеяны всеми присутствующими. Это говорю теперь не к вам, но к отставшим от вас, чтобы через вас они узнали об этом. Не егение мешает слушанию, но беспечность. А ты, считая грехом не попаститься, прибавляешь еще другой, больше и тягчайший грех, тот, что не участвуешь в этой священной трапезе и напитав свое тело, морешь голодом душу. Какое же будешь иметь оправдание? Насчет поста у тебя, может быть, есть извинения, слабость тела. Но что можешь сказать насчет слушания Слова Божия? Слабость тела не препятствует участвовать в Слове Божьем. Если бы я сказал, никто, пообедав не приходи в собрание, никто, поевший, не слушай по учению, ты имел бы какое-нибудь извинение. А теперь, когда мы влечем и тянем, и зовем к себе, чем вы станете оправдываться в том, что уклоняетесь отсюда? Негодный слушатель будет не тот, кто поел и попил, но кто невнимателен к поучению, зевает и развлекается. Кто телом здесь, а умом вроде в другом месте, такой, если и поститься, не способен к слушанию. Напротив, бодрый и бдительный, и напрягающий свою мысль, если и привит пищу и питье, будет у нас самый способный слушатель. И в мирских судилищах и советах по необходимости утвердился такой порядок, так как там не умеют любомудрствовать, то есть ходить в присутственные места до обеда, так было, например, в Афинах, так как там не умеют любомудрствовать, поэтому и едят не для того, чтобы насытиться, но только бы не лопнуть, и пьют часто до излишества, делая себя через это неспособными к производству дел в полдня, и до вечера запирает уже советы и судилища. Здесь совсем не так. Нет, напротив, и вкусивший по душевной трезвости будет равен постящемуся, потому что он ест и пьет не для того, чтобы разорвать чрево и помрачить рассудок, но чтобы подкрепить ослабевшее тело. 111. Ну, довольно этого увещевания. Время уже взяться за предмет, хотя мысль у нас останавливается и не расположена к этому поучению, из-за тех, кои не пришли сюда. 122. Как любящая мать, приготовив стол, сокрушается и скорбит, когда дети не все тут, так страдаю и я теперь. И помышляя об отсутствии наших братьев, медленно исполнить обещание. Но вы властны прогнать эту неохоту. Если только обещаете мне все передать тем с точностью, мы охотно выложим вам все. Таким образом, и для тех поучение любви в вашей будет утешением за отсутствие. И вы послушайте нас внимательнее, зная, что вам нужно и другим пересказать об этом. Итак, чтобы слово у нас было яснее, начнем его повторением прежнего. Недавно мы спрашивали, для чего писание дано спустя столько лет. Книга эта ведь дана не при Адаме, не при Ное и Аврааме, но при Моисее. И многие слышу говорят, что если она была полезна, следовало бы дать ее в начале. А если бесполезна, не надлежало давать и после. Пустое умствование. Никак не следует, что если что полезно впоследствии, то должно быть дано в начале. Если что дано в начале, тому уже не должно оставаться после. И молоко полезно, однако не всегда дают его, но дают нам только в детстве. И крепкая пища полезна, но никто не дает нам ее в начале, но тогда, когда мы выйдем из детского возраста. Опять полезно лето, но не всегда появляется. И зима нужна, но и она проходит. Что же писание скажешь? Не полезно? Весьма и полезно, и необходимо. Почему же, скажешь, оно не дано нам в начале? Потому что Бог хотел учить человеческую природу не писанием, но делами. Что значит делами? Самым творением. За эту-то взявшись мысль, опровергая язычников, кое говорили, что мы не научены в начале богопознания из писания. Апостол вот как ее доказывает. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестии, неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Когда увидел он, что ему противопоставляет возражение, и спрашивает многие, откуда могли язычники узнать истину Божию, присовокупил, потому что явное, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Как же явно для них? Как могли они познать Бога? И кто показал? Объясни это. Бог явил им, говорит апостол. Каким способом? Какого послал он пророка, какого евангелиста, какого учителя, если еще не было писания? Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Смысл слов такой. Перед глазами всех предложил он тварь, чтобы отдел заключали к Творцу, о чем и другой премудрый сказал. От величества и красоты сознаний сравнительно познается Создатель. Видел ли ты величие? Подивись могуществу Создавшего. Видел красоту? Изумись премудростью украсившего. Это же объясняй, пророк сказал. Небеса проповедуют славу Божию. Как скажи мне проповедуют? Голоса они не имеют, уста не получили, языка у них нет. Как же проповедуют? Самым видом. Когда увидишь красоту, величие, высоту, положение, вид, столь долговременное существование, то как бы слыша голос и научаемый видом, ты поклоняешься Создавшему столь прекрасное и чудное тело. Молчит небо, но вид его издает звук громче трубы, научая нас через зрение, а не через слух, ибо то чувство по самой природе, вернее, яснее этого. Если бы Бог стал учить посредством книг и письмен, то знающий грамоте разумел бы написанное, а не знающий, бестороннего наставления не получил бы отсюда никакой пользы. Притом богатый купил бы книгу, а бедный не мог бы приобрести ее. Опять. Знающий этот язык, какой означается через письмена, разумел бы содержащийся в них, а скифы, варвары, индейцы, египтянин, и все не знающие того языка, не узнали бы ничего. Но о небе нельзя сказать этого. Напротив, и скифы, варвары, индейцы, египтянины, всякий человек, какой только ходит по земле, услышит этот голос, потому что он доходит до нашего ума не через уши, но через чувство зрения. Познание завидимых предметов посредством глаз одинаково у всех и неразлично так, как познание посредством языков. В эту книгу может смотреть одинаковый простой человек и мудрец, и бедный, и богатый. И куда бы кто ни шел, лишь взглянет на небо и получит достаточное наставление от этого взгляда. И сам пророк, намекая на это и показывая, что творение издает голос, внятный, и для варваров, и для еленов, и для всех вообще людей, так сказал, «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Салом 18, 3. Это значит, нет народа, нет языка, который не мог бы понять этого голоса, но таков звук небес, что может быть слышен всеми людьми. И таков звук не только небо, но и дня и ночи. Как же это, дня и ночи? Небо и красотой, и величием, и всем прочим, изумляет зрителей и заставляет удивляться создавшему его. Но день и ночь, что такое могут показать нам? Ничего такого, конечно, за то другое, что не меньше того, стройность, порядок самый строгий. Когда подумаешь, как они разделили между собой весь год, и как бы на весах размерили длину всего времени, то удивишься. Установившему этот порядок, как брат и сестра, с великой любовью разделившие между собой отцовское наследство, и ни в какой малости не обидевшие друг друга, так и день и ночь со всей точностью разделили между собой год. В такой равной мере их хранят свои пределы и никогда не выгоняют друг друга. Никогда после стольких уже поколений день не бывал долг зимою, равно как и летом ночь никогда не бывала долгую. Но в течение такого продолжительного времени один ничего не захватил, у другой более ни малейшей частицы, ни полчаса, ни мгновения ока. Поэтому и псалмопевец, изумившись их равенству, воскликнул так, ночь ночи открывает знания. И ты, если умеешь любомудрствовать об этом, удивишься тому, кто от начала установил эти неподвижные пределы. Пусть услышат надменные и высокоумные, и не хотящие другим уступить первенство. День уступает ночи, и не входят в чужие пределы. А ты, пользуясь всегда счастью, не хочешь поделиться ей с братьями. Посмотри еще на премудрость законодателя. Он постановил, чтобы ночь была долгая зимою, когда семена еще довольно нежные, нуждаются в большой прохладе, и не выносят слишком жаркого луча. Когда же они возрастут, то вместе с ними опять начинает увеличиться день. И, наконец, бывает он самый долгий, когда плод уже станет созревать. Впрочем, это полезно не семенам только, но и телам человеческим. Как зимой и мореходец, и кормщий, и путешественник, и воин, и земледелец, будучи связаны холодом, сидят с большей частью дома, и зимнее время есть время досуга, то Бог и сделал, что большая часть времени тратится на ночь, чтобы день не был слишком долг, тогда, когда люди ничего не могут делать. А что сказать о стройном порядке годичных времен, как и они, подобно девам в хороводе, весьма стройно идут, одно за другим кругом, и не перестают постепенно и тихо переходить через среднее к противоположным. Поэтому и лето принимает нас не от зимы, и зима не точится от него. Но в середине поставлена весна, что, переводя нас неприметно и мало-помалу, безвредно приводить к лету уплотнившиеся тела наши. Так как внезапные переходы к противоположному состоянию причиняют болезнь и крайний вред, то Бог и устроил, чтобы от зимы принимала нас весна. От весны лето, от лета осень и потом передавала зиме, чтобы для нас были безвредные постепенные переходы из противоположных времен года через среднее. Кто же будет столько жалок и несчастья, что, видя небо, видя также море и землю, видя и такое точное благорасположение годичных времен и неизменный порядок дня и ночи, будет думать, что это произошло само собою, а не поклонится тому, кто устроил все это с надлежащей премудростью. Скажу еще и более того, не только величие и красота, но и самый образ сотворения указывает на все содержащего Бога. По Елюку мы не были при том, как он вначале творил и создавал вселенную, а если бы и были, то не знали бы, как она происходила, потому что ее устрояла невидимая сила, то он сделал для нас наилучшим учителем самый образ сотворения, устроив все сотворенное выше естественного порядка. Быть может, сказано, но несколько темно. Так нужно еще сказать об этом пояснее. Все согласятся, что по естественному порядку вода должна носиться поверх земли, а не земля на водах, потому что земля, будучи густа, жестко, упруга и плотно, легко может держать на себе воду, а вода, будучи жидкая и удобоподвижна, мягкая и текучая, и уступчива всяким напором не могла бы поддерживать ни одного тела, даже и самого легкого. Часто она при впадении малого камешка уступает и дает ему место и пропускает его в глубину. Поэтому, когда увидишь, что носится поверх воды не малый камешек, но вся земля, и не погружается, то поделись силе так сверхъестественно чудодействующей. А откуда это видно, что земля носится поверх воды? Пророк говорит об этом так, ибо он основал ее на морях и на реках, утвердил ее, и опять утвердил землю на водах, ибо вовек милость его. Что говоришь? Малого камешка вода не может снести на своей поверхности, а носит такую землю, и горы, и холмы, и города, и растения, и людей, и бессловесных, и земля не погружается. Что говорю, не погружается. Как она, будучи столь долгое время омываемо снизу водою, не расплылась, и вся не превратилась в грязь. И деревья, пробыв несколько времени в воде, загнивают и разрушаются. И что говорю, деревья, что может быть крепче железа. Но и оно часто слабеет, когда постоянно остается в воде. И весьма естественно, потому что и оно имеет происхождение от земли. Вот почему многие беглые слуги, когда убегут в оковах и цепях, пришедших к протокам воды, и положив в нее скованные ноги, и сделав через то железо мягче, ударяют его камнем, и так легко ломают. Так от воды и железо умягчается, и деревья гниют, и камни разрушаются. А такая громада земли столько времени лежит на водах, и не погрузилась, не разрушилась, не погибла. 115. Кто же не изумится и не удивится этому, не скажет смело, что это дела не природы, но сверхъестественного промысла. Поэтому некто говорит, повесил землю ни на чем. А другой говорит, в руке его концы земли, и на морях основал ее. Эти слова, по-видимому, противоречащие, а на самом деле весьма согласны между собою. Сказавший на морях основал ее, выразил то же самое, что и сказавший, повесил землю ни на чем, потому что стоять на водах, то же, что и висеть ни на чем. Где же поэтому земля висит и стоит? Послушай, что говорит тот же пророк. В руке его концы земли. Не то, что у Бога есть руки, но чтобы ты знал, что та самая сила его, которая промышляет обо всем, поддерживает и носит тело земли. Но ты не убеждаешься словами. Тогда поверь тому, что видишь. Так как и на другой стихии можно заметить это же чудное явление. Огонь по своей природе стремится вверх, всегда рвется и летит на высоту. И хоть бы тысячу раз его нудили и заставляли не устремиться вниз. Сколько бы раз не брали мы горящий факел и не наклоняли его вниз, верхушкой, однако не можем заставить пламя склониться вниз. Напротив. И тогда оно бежит вверх и снизу стремится на высоту. Но с солнцем Бог сделал совершенно противное. Обратил лучи его к земле и заставил свет стремиться вниз. Как бы говоря ему этим положением, смотри вниз и свети людям. Для них ты и сотворено. И пламя свечи не позволило бы сделать этого с собою. А столь великая и чудная звезда склоняется вниз и смотрит на земле. К земле противоположность огню по силе повелевшего. Хочешь, скажу и другое. К тому же подобное. Хребет видимого неба со всех сторон окружает воды. И не стекают, не спадают, хотя не таково свойство вод. Напротив они легко стекают во впадины. Если же тело будет выпуклое, они со всех сторон сбегают и немалая часть их не устоит на такой форме. Но вот чудо это случилось с небесами. И на это самое опять указа пророк говорит, хвалите Господа воды, которые превыше небес. И вода не погасила солнца, и солнца столько времени, ходя внизу, не высушило лежащей наверху воды. Хочешь, сведем тебя опять на землю и покажем еще чудо. Не видишь ли этого моря, кипящее волнами и порывистыми ветрами? Но это море пространное, великое и бушующее, ограждается слабым песком. И заметь премудрость Божию. Бог не дал морю быть тихим и покойным, чтобы ты не подумал, что это благоустройство в нем от природы. Нет, оставаясь в пределах своих, оно ревет и бушует, сильно шумит и воздымает волнам в несказанную высоту. Когда же дойдет до берегов и увидит песок, расслабев, приходит опять в себя, научая тебя тем и другим, что если оно пребывает в собственных пределах, так это дело не природы, но силы правящего им. Поэтому и сделал он стену слабую и не накидал на эти берега ни деревьев, ни камней, ни гор, чтобы им не приписал ты благоустройство этой стихии. Об этом некогда, и сам он говорил иудеям с упреком. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мной или не трепещете, я положил песок границей морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Перемерь 5.22 Но удивительно не то только, что Бог создал мир великим и чудным, и что утвердил ее превыше естественного порядка, но также и то, что составило его из противоположных стихий, теплой и влажно-холодной, сухой и влажной, из огня и воды, из земли и воздуха. Эти противоположные стихии, из которых составлена Вселенная, враждуя одна против другой, не истребили однако друг друга, и огонь не напал, и не пожег всего, и вода не набежала, и не потопила Вселенную. С нашими телами, однако, бывает это, и при умножении желчи рождается лихорадка, и всему организму причиняет вред. При избытке мокроты появляются многие болезни и повреждают организм. Но с этой Вселенной ничего такого не случается. Напротив, каждая стихия, будучи удержана волею Творца, как бы какую уздою и цепью, хранит свои пределы. И борьба их бывает причиной мира для Вселенной. Неясно ли для слепца, и непонятно ли для самых неразумных, что это создано и поддерживается каким-то промыслом. Кто же настолько глуп и бесчувственен, что, видя такую массу тел, такую красоту, такой состав, непрерывную борьбу, противоборство и устойчивость таких стихий, не размыслит, сам с собой не скажет, если бы не было какого-либо промысла, поддерживающего эту массу тел, и не попускающего Вселенной распасться, она не могла бы существовать более и продолжать. Такой порядок времен года, такое согласие дня и ночи, породы, столь многих бессловесных животных и растений, и семян, и трав, все идут своим путем, и ничто до настоящего дня не пропало и не погибло совершенно. 117. Впрочем, надлежало бы сказать не только об этом, но и о многом другом, что еще важнее этого и глубже. Надлежало бы полюбомудрствовать и о самом творении. Но отложив это до следующего дня, постараемся сказанное удержать тщательно и передать другим, зная, что слух ваш не привык к глубоким мыслям. Но если будем несколько бдительны, то и себя привучим к таким мыслям, и для других легко сделаемся учителями. А пока вот что нужно сказать, любви вашей. Как Бог прославил нас таким созданием, так и мы прославим его чистотой жизни. небеса проповедуют славу Божию одним только видом своим. Так и мы возвестим славу Божию, изумляя всех не только словами, но и молчанием и светости своей жизни. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. В самом деле, когда неверный увидит тебя верного, сокрушенным, скромным, добронравным, изумиться и скажет «Истиновей лик Бог христианский, каких устроил людей, какими из каких сделал, ангелов сделал из людей, обидит ли кто не бронят, ударит ли кто не сердится, оскорбит ли кто, молится об оскорбителе, врага не имеет, злопамятства не знает, пустословить не умеет, лгать не научились, не любят приступать к клятву и даже клясться, но скорее решаться на отсечение языка, чем выпустить из уст какую-либо клятву. Вот что дадим поводцам им говорить о нас. Изгоним дурную привычку клясться и окажем Богу хоть такую же честь, какую оказываем лучшим своим одеждам. Как же это не странно, что имеющие лучшую перед прочими одежду не хотят беспрестанно употреблять ее, а имя Божие влачат везде без разбора и как попало. Нет, прошу и умоляю, не будем так пренебрегать своим спасением, но усердие, какое сначала показали мы об этой заповеди, доведем до конца. И я непрерывно делаю вещания о клятвах не потому, чтобы обвинял вас в беспечности, но потому, что вижу, что большая часть вами уже исполнена, и я спешу и ускоряю, чтобы все было довершено и окончено. Так делают и зрители, больше поощряют тех, кои близки к наградам. Не ослабеем же и мы, потому что и мы приблизились к полному исправлению, и трудность была только в начале. Когда же большая часть привычки отсечена теперь, и остается уже малая часть, то нет нужды в каком-либо труде, а требуется от нас только небольшая осмотрительность и небольшая тщательность, чтобы сами, исправившись, мы могли сделать учителями для других, с дерзновением увидеть Святую Пасху и с великим удовольствием вкусить радость вдвое и втрое больше обыкновенной. В самом деле, не так радостно для нас освободиться от трудов и подвигов поста, как исправившись встретить тот священный праздник светлым венцом, свинцом никогда не увядающим. Но дабы ускорить исправление, сделай, что скажу. Напиши на стене дома твоего и на стене сердца твоего тот серп летящий, который видел пророк Захария. Пять-один. И опять поднял я глаза и увидел, вот летит свиток. И представляю, что он летит на пагубу, и размышляю о нем непрестанно, если увидишь, что другой клянется, удержи его, остановись и позаботься о своих слугах. Если мы будем стараться не только о том, как бы самим нам исправиться, но и о том, как бы и других привести к этому, то скоро и сами придем к концу, потому что, взявшись учить других, мы будем краснеть и стыдиться, если сами окажемся не исполняющими того, что заповедуем другим. Не нужно больше слов. Об этом много говорено было и прежде, да и теперь сказано только для напоминания. Бог же, который более нас течется о душах, да совершит нас и в этом, и во всяком добре, чтобы принесший всякий плод правды сподобиться нам Царства Небесного, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь.